Так наглядно девятиклассница Валерия Мацокина показывает сверстникам суть новой теоремы. Есть кубики разных цветов и достают неглядя. Необходимо узнать, сколько нужно достать, чтобы получить заданное число кубиков разных цветов. В коробке лежит пять красных шаров и два синих. Сколько нужно вытащить шаров, чтобы у нас в руках обязательно оказался хотя бы один синий шар. Ответ шесть и это одна из самых простых подобных задач. Если будет больше цветов и больше кубиков, то для расчета нужно будет больше времени. Задача решается методом подбора, однако сидя на уроке Валерия вывела закономерность, которая затем превратилась в теорему. Девушка не скрывает, что решение простое, а сам метод был буквально перед глазами. Честно, да, есть какой-то фактор везения, потому что вот я очень много закономерностей даже в геометрии в той же находила. Приходила, вот, ну их показывала и уже говорила, что вот она уже такая есть, просто ее еще не проходили мы ее. Вот, а тут получилось так, что я нашла закономерность и оказалось, что ее нет, что повезло, что ее как бы не было. До шестого класса Валерия не любила математику, отставала по предмету, после занятий с репетитором распробовала точную науку. Свою формулу она показала учителю информатики Елене Лисовой. Преподаватель помогла с продвижением идеи. Чтобы разобраться с терминологией, они обратились в Кубанский государственный университет. Так, способ решения задачи получил название «Теорема о мощности множества». Валерия доказала профессорам математики, что она совершила открытие. Итог – публикация в научном журнале, две награды на всероссийских конкурсах и одна на краевом. Если бы она не была бы такая целеустремленная, то те препятствия, которые встречали мы на пути, они бы ее сломали. У нас еще неплохая база в школе, у нас хорошие учителя, которые очень много в нее вкладывают. Учителя разных предметов – и химия, и биология, и математика. Каждый свою лепту вносит вот в этого ребенка и вообще во всех детей. Замечательный директор, который поощряет это все на конкурс, на конкурс, еще на один конкурс, езжайте еще на один конкурс. Над сферой применения теоремы автор пока думает. Она значительно упрощает расчеты, связанные со статистикой, начиная от социологии, заканчивая прогнозами урожайности. В настоящий момент Валерия разрабатывает алгоритм для компьютерной программы. Намерена попробовать на прочность еще несколько идей, а в дальнейшем планирует заниматься физикой в университете. Валерия разрабатывает алгоритм для компьютерной программы. Продолжение следует...